Добро пожаловать в верные воины Империума Человечества, с вами ваша легальная девушка в Сайкер Невермор, и мы возвращаемся в прекрасный, загадочный Вархаммер Рог Трейдер 40 тысяч, то есть Вархаммер 40 тысяч, а потом уже Рог Трейдер. Мы таки добрались, добрались, друзья, до системы Футфолл, и... начнём мы, конечно же, не с оттанцией Футфолл, потому что, ну серьёзно, кто начинает главного квеста идти главный квест? Мы пойдём другим путём, просканируем вот эту неизвестную планету, она уже треснута, это мало ли чё, пойдём по главному квесту, треснет ещё дальше, начинаем сканирование, и мы здесь нашли абсолютно всеобъемлющее ничего и пятидеточку фопта, ну, тоже ничём. Алтарь Тэмплум Калексис X19 добавлено в нам в кодекс наш, спасибо большое, мы его и так не читаем. Благословение Друза, а вот это интересно. Пираты называются благословением? Главный корм Щерравер, лорд-капитан, прямо по курсу флагман благословения Друза, с небольшим сопровождением. Они запрашивают прямой вокс-канал с гололитной проекцией, сейчас открою доступ вам. А ну давайте. Воу, ты похож на Локи из одноимённого сериала Локи. Командор-капитан Сервус Торфаст. В вокс-канале щёлкает, и на приборной панели над гололит-проектором появляется изображение подтянутого мужчины в безупречном офицарском мундире имперского флота. Он учтиво склоняет голову. Приветствую, лорд-капитан. Для меня честь приседовать с вольным торговцем фон Валансиус. Да, славится ваше имя в веках. Командор-капитан Сервус Торфаст, глава эскадрона имперского флота. Чем могу служить? Вот, 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 вот нас признают наконец-то. А то где не пойдём, шо это за бомжи, где выдевали вольного торговца Теодору? Нет? Нормальные мы. А скажите, командор-капитан, что здесь делает ваша эскадра? Стоит на рейде в ожидании свежих поставок от чартистов. Видите ли, пустотный корабль, на котором я нахожусь, является официальным казачейским судном имперского флота. В этой части имперской территории, само собой. Наша обязанность прямая, устанавливая деловые контакты с теми, кто обеспечивает коллатеральное отторжение флота, а также теми, кто интересуется весьма специфическими товарами. Ну-ка, ну-ка. В ваш голове проектора вспыхивает новым изображением. Перед вами появляется целая череда сменяющих друг друга корабельных компонентов. Полагаю, вольный торговец может быть заинтересован в подобных лотах. Желаете ли изучить подробности? Я готов передать по каналу связи, канал имеющийся в наличии частей. Давайте, я хочу очень сильно взглянуть, что у вас есть. А больше я хочу взглянуть, а что вы мне можете продать? Репут, точнее, где мы можем повысить репутацию? Проблема в том, что мы нигде не можем повысить репутацию. Их интересуют действительно специфические грузы. Им нужны пустотные трофеи, им нужны эти трофеи пиратов, еретиков, друкари, эльдаров, некронов. Чушь там, темных примархов может вам тоже парочку поймать за общее количество. А мы с тобой что, квадратики, крестики намекают, что ничего из этого у нас нету. Грузь, печаль, грузь, печаль. И репутации на торговлю тоже нету. То есть у нас закрыто ровным счетом вообще все. На первом левеле мы не торговываем, зато, слушайте. На 22 тысячи репутаций мы можем развернуться так, что небу будет жарко. Например, архотеховская плазменная батарея. Угу. Ну, ладненько, мы тебя услышали. А что у тебя еще есть, скажи? Откуда поступают компания-то на продажу? О, хотите, чтобы я раскрыл вас своих поставщиков? Сервус беззловно смеется. Признаться по чести, отовсюду я ниоткуда. Компания-то для продажи попадает нам как до везунчиков, наткнувшийся внезапно наброшенное или полуразрушенное судно в соседней системе. Ну, конечно же, шел, шел, понимаешь, по космосу и нашел. С грузовичка космического выпала. Ладно. А я хотел бы узнать больше о имперском флоте просторе. Сервус задумается. Ну, простор Коронус это окраина империума. Во многом. Дикий край, где расстояние между населенными мирами велики, а пустота между ними полна опасностей. И речь ведь не только о врагах человечества. Здесь полно пустотных аномалий, варпозмущений, способных уничтожить даже испытанное временем судно. В основном просторе присутствуют или флоты отдельных организаций, или небольшие флотилии торговых суден. Беспребойные сообщения между мирами это вопрос жизни и смерти для многих отдаленных пропостов человечества. Поэтому даже в этом медвежнем углу действуют чертистые суда, переписанные к разнообразным адептус. А имперский флот здесь заправляет всеми пустотными кораблями империума? Ту, что вы, что вы, отнюдь. Ангелы-Императоры, адептус-механику, святая инквизиция. В луне империума хватает организации, которые имеют собственный флот. Дату мы не знаем. И они не горят желания посвящать нас своей постоплавательной тайной. В этом вся ваша проблема, давно бы уже коммунизм построили. Ну ладно, поскольку здесь брать особо нечего, звезда классная. Ждем пока сюда прилетят другари. Станция Футфолм. Изучение было довольно быстрое. Хурибундус изучен на 50%. То мы видим док Альфа-Ро. А другие доки нам, соответственно, закрыты, да? Ну что, сколько ставим на бунт прямо там? Берем на... Ах, да-да-да-да-да-да. Наш любимый инквизитор, которого мы нежно качали и слава богу, что не одевали в броню хорошую, он нас покинул со всем лутом. Не, ну чё, красивенько выглядит. Красивенько, мощно. Статуи, опять же, соответствуют. И что, даже без бунта? Это как-то неожиданно. Прям вот-вот-вот-вот-вот. Как обещали, секасы обманули, да? Кстати, милая барыжня. На неё садится целый имперский челнок. Явно сильная потрёпанность. Она даже на шаг назад не ступила. Вот-вот нас оценили по достоинству. Хотя могли кругом подместить для начала. Представитель наместника. Процессия, встречающая вас, не слишком велика, но заметна. Все разодеты в лучшую одежду, каждая пуговица сверкает. Стоящей переди высокая женщина с явно дорогими имплантами. Да в каком месте хотел бы спросить у неё да явно дорогие импланты, но мы догадались, что в глазах. Приседает в церемонном реверансе. Вольный торговец. Футфол приветствует вас. От лица наместника господина Владайма Токары. Позвольте выразить вам градость по случаю вашего прибытия. Наместник ожидает вас в резиденции, но если у вас есть иные дела на станции, я с радостью сопровожу вас. Осечу заметно кривится. Как мне это знакомо. За интернами новой россыпи преследных речей скрываются куда более неприглядные оттенки, мутные и разбавленные. Обычно так выглядят люди, привыкшие лгать и скрывать свои интенции. Идира дёргает головой, резко трясёт ей и шипит сквозь зубы. И тут за нами идут. Поберегись, лоркапитан. Синьшель вздыхает и привычным жестом кладёт руку на оружие. Прям неожиданно, да? Сейчас жмыхнет прям за ними. Я не нуждаю сопровождения. Конечно, светлость как будет угодно вам. Но закончить эту фразу женщине само собой не суждено. Добро пожаловать на футфол, мать вашу. Сказыш, я удивлён? Да нифига я не удивлён. Серьёзно. Вот поэтому мы не спасали аристократов в прошлом эпизоде. Потому что тупые. Ну вы идёте встречать вольного торговца? Не, ну серьёзно. Ну хотя бы там подготовились бы. Давай, Арджинушка, бусинка моя сюда. Геката, мы. Красавица, сюда. Кассия. Голосо-алмаз или голосо-алмаз? Голосо-алмаз сюда. Абелярушка. Прям даже не знаю. Сможешь ли ты? Так, конечно, сможешь слышануть. Тебе как два пальца в одно место. И Паскаль моё золо... А, идиру забыли. Паскаль моё золото... Где ж тебя поставить-то? Давай сюда. Паскаль моё золото вот сюда. Идирушка, давно мы с тобой не работали. Всё-то себя инквизитор замещал. Вот твоё поле деятельности. Сейчас ты им волне и жмыхнешь. Интересно, жмыхнут баллон с радонимом или нет? Геката. Начинаем наш КВН. Прострелить не получится. Вот здесь бы получилось. Вот здесь бы реально получилось, но мы их не увидим за укрытием, да? Увидим, серьёзно? Вы за укрытием, а не за укрытием. Мы их увидели? Да, мы шикарны, слушайте. А ну давай, щёт эндрон. Граната, я так понимаю, что у нас только отталкивающая. Отбрасывающая граната. И да, маленечко скажу по вопросу комментариев. Написали хороший комментарий, что, мол, там другарит солнце взорвали, а мы таки пошли с бунта в корабле разбираться. А в этом моменте немножечко заглючила самая игра. Совсем чуть-чуть. Там буквально на маленькую бездюлинку. Но фишка в том, что эпизод с отбитием этого грёбаного десантника хаоса пришлось перепроходить. Помните, как только мы начинали триумф? Нас перебрасывало на корабль. И вот там как раз таки взрывалось это... Другари гасили солнце. Именно в этот момент нужно было провести... Я не знаю, может это как флэшбэк шло, может это как-то флэшформ шло. Именно в этот момент должны были проходить подавление бунта. После чего мы по возвращению на корабль после битвы с хаоситом нормально запускали всю цепочку квестов. А первый раз у меня это не получилось. То есть я пролюбил момент, когда солнышко-то там втовой. Соответственно, бунт мы не погасили. По возвращению на корабль было погашение бунта. Как мы видели, не совсем правильное по порядку. И дальше игра заглючивала и просто не шла дальше. То есть мы не могли улететь из этой системы. Просто перепрошел, просто все починилось, просто все стало хорошо. А белярошка, скажи, можешь там? Так что тема того, что что-то идет не за чем-то, в принципе оно идет все за чем-то. Главное действовать, как тебе игра говорит действовать. Опять же, друзья мои, напомню, что это не в вину разработчикам. Разработчики вообще молодцы, очень сильно стараются. Ну, серьезно, вы знаете, что такое делать РПГ. Это пот, слезы, кровь и много труда. Просто ранняя версия. В финальной версии все будет починено. Вспомните тоже Pathfinder. Замечательная игра на выходе получилась. В смысле, ты в двоих попал? Ты должен был убить своего, а не нас трогать. Серьезно? Бог ты мой, как Кассио свернула-то. Император, помоги. Рассвет позвоночек так должно-то выворачиваться. Арджентушка, ты вполне могла попасть. Потому что он сидит прямо перед тобой. Это совершенно не сложно. Но, как показала практика, попадет далеко не каждый. Поскользал-то с моей. Ты можешь кого-то так, чтобы толпой накрыть, нет? Сзади далеко, гранат тянет. Ну, не толпой, так не толпой. Ломай его просто алибардой. Красопета. И да, гранат нужно будет прикупить немножко. Гранат себя очень хорошо показали. Особенно при перепрохождении вот этого момента. С гребаным хаоситом в разы легче было. Когда у тебя есть гранат, чтобы его жмыхнуть. И дырушка. Косплейм императора Палпатина. Вот, а если бы кричала при этом фразу абсолютная власть, то попадание было более качественным. Косплейм императором. Наконец-то. Правда, жмыхать уже некого. Игла с алмаз далеко не тут. Хотя, подожди, ты же можешь делать гораздо более полезные вещи. Командный голос на командный голос. Зараза. Давай, отбеги один назад. У тебя походовка есть. А теперь у Геката есть героическое действие. Болелись ли вы на ночь за демоны? Не молились вы. Бог императора соврать не даст. Один. Второй. О, снайперский зашел. Третий. Где вас там, гребаная толпа? Один, второй. О, мы вас еще и прострелом возьмем, слушайте. Как жаль, как жаль. Тут бы Шоттендран завести было бы вообще идеально. Кассия, что ты можешь сделать теперь? Их осталось не так уж и много. Если ты, допустим, подбежишь сюда, откроешь свой волшебный третий глазик и сделаешь им совсем... Чуть-чуть не добегает, но хотя бы одного. Трававая Амелия. Это ее родители так назвали или что? Пожалуйста, Шоттендран еще раз. Какие-то шибко мощные бандиты. Бронированный Адвер. Серьезно? Промах по лежачему. Оригинально. Зато, если задуматься, сбылась наша мечта. Это не к тому, что... Действительно, по снацим пройдем сами. Абеляш, беги сюда. Может быть, даже беги сюда. Не совсем правильно изначально подумал. Делаем один. Делаем... Пожалуйста, дэш второй. И остается одно тело в несознанке. А, не в сознанке. Кровавая Амелия. Ардента. Ты до нее не достанешь. Нет, вот реально, гранаты нужно подкупить. Да, то есть тело, которое перед тобой на коленях стоит и молит о пощаде, ты попасть не можешь. Тело, которое на лестнице в изгибе, и ты в набегу стреляешь очередью, да без балды, че там. Попадание на изи-пизичную. Я не жалуюсь. Я просто констатирую факт. И перезаряди заодно. Паскаль, можешь добежать? Я думаю, что можешь. Не, все-таки два тела. Одно там валяется, бронированная, вернись с изнанки. Нотис. Лежать будем долго. Кстати, что у него за байда в башке? Дали у него на портрете, а реально какая-то трубка из башки торчит. Что за мозговой сифон? О, полегчало. Давай, Эдера. Самая ту ему двойная. У, подожди, подожди, у тебя же героическое действие есть. А что за героическое действие? Так, дело-дело-дело-дело-дело, вот атака, ну-ка, подбегай сюда. Молния подождет. Разрушающая атака. Он реально бронированный. Так. Дрожащий юноша-слуга поднимает на вас полный ужас взгляд. Император, защити. Они убили, убили. Вот так всегда. Ты их предупреждаешь, они потом такие, господи боженька, наш император, да как же такое случилось-то? Кто представить-то мог бы? Вот, слушай, а Эдера мне начинает нравиться. Эдера раздраженно сплевывает под ноги. А какие-то тщедушные бандиты напали на меня, помазанец императора, вольного торговца фон Валансус. Уже столь плохо организованное покушение можно считать даже оскорблением. Ты положу, что это было не покушение, а обычный налет. Бестолоси не знали, с кем, во что ввязываются. Впрочем, быть на чеку все равно не помешает. Великин случалось умирать от рук ничтожных. Мы совсем недавно об этом убедились. Эбеляр хмурится, этот лед переносится словно от усталости. Ваша светлость, это Анвер, банда, но они самые худшие, правда? Никого не боятся, даже навестника господина Валдайма. Ребен зли воззирается, будто ждет, что бандиты появятся снова. Ну и что, часто у вас-то такое? Да, стреляют-то часто, конечно, но не знат даже господ. Не, не, ну не часто на них нападают. Только если не Анверы. Эти очень злые, недели не проходят, чтобы они кого-то не убили и не выпотрошили. Еретики страшные, ничего не чтят, никаких порядков. В смысле вы тут еретики развелись? Вот плохо, что свинтил в неизвестном направлении наш помощник инквизитор. Надо было у Бендаля выдать животворящего. Чтоб прямо отсюда начинал работать и до самого обеда. Беги к наместнику, дурашка, скажешь, мы приехали. О, да-да-да, простите вашу светлость, я побегу, доложу наместнику. О боже, убили леди-посланницу, горе-то какое. Ну да, ну да, за силиконовый имплант-то еще кредит не выплачен. А ну вон чё как. Так, по-моему, у нас есть хорошее повышение. Доктрина стрелок завершает свое героическое шествие. Себе мы берем дальний бой. Наблюдательность, сколько это будет? Это будет за предельное значение. А, и нам нужно что-то хорошее, что переведено уже. Боевой медик. Да, кстати, можно. При том, что мы не могли использовать аптечку почему-то раньше. Может, сейчас можем. А здесь что, восприятие или ловкость? Восприятие у нас самое мощное. Это, как ни странно, мы. Перещеголяли даже по скалям. Но мы вольно торгуемся, нам положено. И взрывотехник. Серьезно? Взрывотехника. Обиллер-полто, сарджента-65. Догонять не будем. Лучше мы вложимся в атлетику. Может, где и пригодится. Применяем выбор. Я так понимаю, что после завершения нам будет доступен новый класс. Есть такое странное ощущение. Обиллер, у тебя ж... Ёх, мы на три уровня стряфанули. Обиллер, ближний бой по стандарту. Устойчивость тоже. Твердая кожа на усиление себя. Ближний бой прокачали максимально возможно. Возможно, силу, да? Возможно, силу. Может быть, это нам откроет даль ближний бой сильнее. И атлетика. Еката-55, Абиллер-55. Наверное, напор. Без хорошего напора жизни и жизнь. Кассия-полто самый максимальный. Да, напор будет у тебя. Ты ж синий шаль. Шо с тебя брать там? Боец. Боец, боец, боец. А, все сделали. Молодец. Арджента. Тут тоже по стандарту. Надо и снайпу найти. Ой, надо. Наблюдательность. А медицинного кого-то качаем или не качаем? Паскаль-60, понятно. Я тебя услышал. Возможно, тоже стало бы взять военного медика, но... Непредсказуемый тоже хорошо. Ловкость. А ловкость, ловкость будет полтос. Полтос ни у кого нет, ты у нас будешь самой ловкой. В отдельных постельных ситуациях очень даже полезно. Наблюдательность 65. Геката 110. Да, вот где лежит чужой лут, мы видим лучше всех. Медицина нет, атлетика да. Знание империю может быть. Знание империю Паскаль на сотку. Ну хорошо, Паскаль не будем качать на медицину, качаем ардженту тогда. Применяем выбор. Кассия. Серебряночка-то моя бесполезная. Видно лучшее будущее. Знание империи Мои без тебя Паскаль на сотку знает. Коммерсов, ох. Нам же нужен вольного торгуста, хоть один торгует. Стальную резолву, это мощная атака. Воля. Есть такое. Применяем. Паскаль золотца. Тут тебя expose weakness. Обнаружить слабость, да. Наблюдательность нет. Знание империи Мои качаем, чтобы так было аж... Хотя нет, давай знание Ксинуса. Знание империи у тебя и так неплохо. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Свежая цель. Взяли. Интеллекты у нас и так самые умные, будешь еще умнее. И умнее уже некуда, поэтому восприятие Гиката 60 не догонишь. Но это лучше из того, что есть. Все. Идира, мы тебя очень давно не качали. Ух ты ее, как мы тебя давно не качали. Прям даже не знаю, технику что ли. Хотя Паскаль техник. Логика. Паскаль логик. Знания варпа не завалялись, не? И то Паскаль самый лучший, но мы тебя прокачаем, с лишним точно не будет. Интеллект. 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 Восприятие ближней боя. Воля. Там Кассия лидирует. Ах ты, ех ты. Нужно больше параметра. Давайте тоже интеллект покачаем. Техника знания варпа закрыты. Прекрасно. Давай медицинку. Вдруг у нас будет больше партий, чем 5 человек, когда ты где-то пригодишься. Точная атака. Наблюдательность. Логика. Техника. Техника. Свежая цель. Восприятие. Воля. Все. Раздали всем сестрам по серьгам. Вроде все довольны, вроде все целы. Забираем лучевский. Хорошая очень честь. Восстан карабин. Дэмэдж 9.11. Да не то, чтобы особо. Да не то, чтобы особо. Сзади лут не завалялся там? Не. Окей. Куда нам нужно идти? Кроме вот этого лута. О, здрасте. А что у нас тут происходит? Так. Здравствуйте, товарищи Механикуса. Уптикон 22. И сикарянский ржаволовчий. Я степесняюсь спросить, а где вы были, когда мы только что отбивали нападение? У вас было срочное дело на корабле? Или вы так спешили, что не успели? Высокий сгорбленный техножрец пристально взирает на вас. Его изможденное лицо имеет нездоровый серый цвет, а аугменты несут следы боевых повреждений и покрыты черным хромом, что придает его облику замогильную мрачность. Начинаю процедуру определения. Данная единица определяется как Логис Аптикон 22 и является полномочным представителем структурной частью эксплуатационного флота осознания Братства Адептус Механикус. Упции обмена информацией, укрепления дипломатических связей и торговых сделок, пожертвования разблокированы. Торгажда. Начинаю процедуру официального приветствия. Чтен на выявящую высокую ценность гостя. Слава успешной династии фан Валансус. Реквестирую обмен информацией оказательно... Контакта... Логистик Артета. Бросив взгляды друг на друга, Паскаль и Аптикон 22 обмениваются краткой серией двоичных символов, после чего удовлетворенно склоняют головы. Капюшон вашего собеседника склоняется заметно ниже. А, слушай, а наш Паскаль, он вообще моггет, моггет. Крут в иерархии. А что такое логистик Артета? Согласно данному контрактному обязательству, 34761, тыранский годичный ксиклоназа от 34 тысячи лет назад, фига себе. Экспорационный флот осознания получил от представителей служебных единиц династии фан Валансус... Я надеюсь, что это запятая, а не 34 тысячи лет нашей династии фан Валансус. Объем промития, высокая очистка, эквивалентное топливо, возмещение шести пустотных танкеров, спецификации... Так, хорошо, мы это вам дали в долг погонять или под проценты? Получил, после чего не предоставил оплаты. Стоимости, компенсации, возмещение. Мне пришлось продолжить, или это достаточное количество синонимов? А, Беляр, молодец, молодец прям, за шекель удавится. Оговоренная оплата пожертвования ответная со стороны флота осознания может быть внесена в активы династии фан Валансус в текущий момент, после чего контрактное обязательство будет исполнено перед новой архив. Подтвердите готовность принять оплату в ответное пожертвование. А кто же вы же ждали-то 30 лет и 3 года, чтобы мне заплатить назад? Совершение оплаты пожертвования проводилось в соответствии со спецификациями контрактного обязательства. Выделение активов из имущества массивного флота осознания было инициировано по достижению танкерной основной эскадры 14 лет спустя, почти 15. Прогресс выделения активов был завершен спустя 2,6 года. Транспортировка активов до системы Фуллибунду заняла 16 лет. Ожидание получения длится 0,3 года. Ловко, если бы приобрели это топливо для эскадры на дробном конце империума, можно было бы вообще не платить. Мы бы успели обратиться в прах, прежде чем вы слетали бы туда-обратно. Кстати, да, рабочая схема. Где-то я такое услышал про разбавление нефти. Но не будем. А моя династия много с вами сотрудничала? Утверждение истина. Флот заключил 1000, почти 1300 сделок с династией фон Валансиус. И шо ж за деньги мне ожидаются? Универсальные мобильные экстракции мы планетарно-орбитального развертывания. Промышленные комплексы Астра-Аратор. Числом оговоренным в контракте, каждая единица прошла цикл ослуживания, литургии и проверена на соответствие священному облику стандартные шаблоны конструкции. Великие творения амнистии, да пребудет благословенно щедрость его. Даровавшие сим-комплексам промышленную мощь и полный цикл производства жизнеобеспечения. Так, можно сказать, что считаете это подарком? В знак надежды на сотрудничество в будущем. Но я думаю, что на этой фразе Абеляр повесится дважды. Ну давайте, друзья мои, давайте. 30 лет ждали оплаты. А запрос принят. Священные машины будут погружены в стрюм вашего судна. Контрактное обязательство закрыто. Лот осознания благодарит династию Валансу за сотрудничество. Получено 8 мобильных экстракциумов. Надеюсь, мы сможем применить. Плюс торговую девочку. И ему можно повысить репутацию. И заметьте, что они берут практически все, что нам нужно. Да, за отдельными единицами стрелковое оружие ближнего боя топлива они не берут. Потому что топлива мы поставили просто огромное количество. Хотя другое топливо берут. А в чем разница между топливом и топливом? Или может быть, им нужен полный набор? Отдаем топливо, топливо. Топливо, святые дары пока что не хватает. Прочее топливо. А, топливо они берут такие. Творение и механику с корабельной запчасти. Провиант. Стрелковое оружие, оружие ближнего боя. Это у нас сверх норма просто. Ну и топливо еще раз. Сколько ты мне дашь репутации? Что, даже на первый левел не накачали? Вот помните фразу, что не стоило торговать с пиратами на первой локации? Не стоило торговать с пиратами на первой локации. Вот здесь можно было бы получить гораздо лучшие вещи. Мобильный экстрактор, который мы получили. Мобильный добывающий форпост, произведенный согласно шсаблонной конструкции стандартной. Небольшой промышленный комплекс может быть развернут практически на любом сколь угодно негостеприимном мире. Клан серфов, прикрепленный к нему, посвятит жизни обслуживанию священных механиц. Слушайте, а мы можем развернуть это вот на той планетке, которая рядышком? Да, там какой-то алдарь находится, но мало ли чё. И, ммм, зараз, гранту мы не можем купить. Гранту мы не можем купить, потому что это аж третий левел или хотя бы второй. Ладно, мы те услышали лишнее, потом на досуге перепродом. На тему дружбы с вами. Брастов заинтересован и считает эффективным сотрудничать со своими торговцами. Согласно марсианскому договору, оно готовося оказывать услуги и обслуживание Деносифон Валансоус. Приоритет будет повышен в случае повышения дипсвязи. Ну, понятно, репутацию качаем. Флот с радостью примет в дар. Какие интересные личности. Любые образцы священных технологий, образцы качественных технологий, разные. Я вас услышал. А зачем вам сведения о планетах? Все аспекты на изучение простора Коронус является священной миссией и оперативной задачей флота осознания. Данные о планетах и звездных системах простора Коронус должны будут быть скопилированы и передано в хранилище Марса. Я такое, знаете, чувство ощутил, что с дади стоит командор Шепард и говорит, сканируем еще эту планету. Че, мне нравится? Все равно бы мы проверяли все подряд. А вопрос только, а что это вы за ксенотехнологии спрашивали? Не ретикиливаю часом. У флота осознание считают разумным и воспитывают убеждение, что запретные знания, попавшие в руки мирян, становятся причинами разрушения и нарадугательства противных в воле амнисии. Слабость разума и воли отпирают двери ксено-ереси, в которой миряне погрязают без остатка. Пример для демонстрации закона – пустотная станция в системе пояс Лангрена. По данным флота, базирующаяся на станции Еретикидобуксская торговое сношение с ксеносами ради обретения опасных амнитотлетворных технологий. Бог ты мой. Ладно, просто торговали, они еще и сношаются с ксеносами за эти технологии. Надо будет туда залететь и наказать. Казань инфобластин, у меня есть данные о планете, которые тебя заинтересуют, то есть это тебя не интересует. Вопрос еще. Шо ты делаешь на футфоле? Это последний вопрос, что мы его задаем. Данная единица осуществляет резидентное представительство, обслуживание бюрократической машины с целью ратификации изоляционных разграничений, управление логистической линией нить КАПа и компиляция картографических данных. Абеляр Раскать стоит тяжело вздыхает. Был когда-то светильный адитадор Технокалит, разумевший на особом наречии многоуважаемых техно-живецов. Я начал по-настоящему ценить его способности только после того, как его сожрала ксенотваль на одном заштатном мире. Я не знаю, может они все тупые? Я понял, что он имеет в виду. Функции Аптикона, говорит Паскаль, выражаются на плоти языке, как дипломатическое представительство флота, обеспечение обосновок, сбор данных о звездных системах, ну, все то, что мы поняли. А че ты, ну ладно, еще один вопрос, почему до него дворцы правителя? Длинная коммуникация с мирянами высокого социального ранга вызывает у единицы желание убиться об стену максимально жестоким способом. Я тебя не осуждаю. Вопроса больше нет. Мне пора. Амнисия знает все, амнисия постигает все. Вот ты не поспоришь, слава богу, императору. У тебя тут ничего лишнего нету, коммерция плюс 10, а ну ка-ка-ка-ка. На первый взгляд, стандартные контейнеры, однако корпус укреплен, герметически все улучшено, чтобы не пропускать запах. Я даже догадываюсь, из какой Колумбии вы везете и какому лидеру другого государства. О, трофей. Аж говорил, что-то будет. Лежит мертвое тело. Плюс 15% комплектов брони. Плюс 5% прочего груза. Плюс 10% прочего груза. Действительно, такое совершенно не внушающее тело. Так, что у нас еще? А, трофей тут еще до звезды. Действительно, богато живут, друзья мои, богато живут. Мы не торопимся, мы... О! Контейнер надо закрывать вообще. Подожди, я как-то добраться. О, дверка. Заперто, да не может же быть, а? Причем, опции открыть и взломать у нас как бы нету. Слишком грустно. О, тут, слушай, а тут есть переключалочки. 1, 3, 4... А ну, давай. Что-то не можешь. Хм, я ощущаю какую-то головоломку, но она не хочет складываться. То есть она тупо не может до нее дойти. Паскалюшка, бусинка, ты не можешь подойти? Давайте, все вместе. Дружно-дружно, в ряд-в ряд. Паскалюшка. Все еще заперто. А, оно включается. Оно включается только неправильным способом. А, один, пять, четыре, четыре. Где-то здесь есть волшебный код. Кто знает, где есть волшебный код, тот молодец, напишет в комментариях. А кто не напишет, тот еретик и не служит богу-императору. Базарчик, да? Спокойные вообще люди. Здесь битва была. Навольно, утроговцы напали. Они такие, ну и че? И че мы здесь не видели такого? Хотя прикольный мир на локации. О, шел-шел-нашел. Коммерция плюс 10%. Контейнер помечен как продовольственный, но пустует. Судя по виду, давно уже не двигался с места. Что-то мне подсказывает. Листочка. Сейчас не наше время, а не их. Идите в их дома. Вытаскивайте язык постели. Вскрывайте их тела, как туши на бойне. Имперский флот Казбалика. Черда фон Валансиус. Их имена... Имперский флот, Казбалика, Черда и фон Валансиус. Их имена больше ничего не значат. Завтра их сотрет из памяти. Идите и берите власть, сколько сможете ухватить. Некто АНВ. И сюда добрались чертовы рассветники. Чтоб вас нежная инквизиция любила. Во все ваши не нежные отверстия. Что происходит? Паломники. Небольшой алтарь. Центральное место отведено Друзу. Почитаемый святом из соседнего сектора. Из сектора Каликсис. Популярному также просторе Коронус. А че за книжечка? Житие святого Друза, том третий. Одолжила, одолжила, нельзя. Ну, почитать, может, хотели. Приобщиться. Так, еще листочка. Листовка. Та же самая, собираю. Не надо так делать. Стенка тренера покрылась ржавчиной. Задержимое сгнило. Это нередко ситуация для грузов, старающихся ч-ч-ч-ч-ч-чо, пытающихся пройти имперскую доможню. Я бы даже сказал, в какой стране так происходит, но не буду. Ну, не буду, ну, не буду. Обыватель, что-то такое валяется. Что-то такое валяется у него на полу. А ты у голова валяется. Удачно зашли. Контейнер подписан. Его отправки на Янус. Его покрывает пыль. Видимо, он давно ждет в доках. Его уже давно разворовали. Окей, эту часть мы проверили. Остается маленькая еще вот здесь вот. Кстати, здесь зажилили наш лут. Слуга. Лучшая вина Януса. Вон, статуя классно, а. Красота же. Заметь, друзья, вроде сделано в духе старой школы РПГ, но в духе старой школы обычно на заднике чуть-чуть подзабивали, а то тут, видите, заморочились, заморочились. Ангар А1. Ну или 111. Так, здесь вроде бы все, что могли найти, все нашли. Ну, давайте бежим дальше. А, не-не-не-не-не, вот был неправ, прям ошибся. Что-то сверху, что-то снизу. Труб выглядит странно. Перед смертью его явно долго били, а потом затолкали в щель между ящиками. И что у него валяется? Странная памятка. Житие его алтаря. Гребаный таможенник всегда на посту. У этого парня перерывы бывают. Пассать он ходит. Он сервитур, что ли, или как? Сам догадайся. Ангар у окна. Императору в окно поклониться не забываем. Хм, я чувствую какую-то тайну. А ведь мы и правда не поклонились императору в окно. Алтарю окна, алтарю окна. Аристократа вижу, алтаря не вижу. Приветствуем, ваша светло-светлость-то наша. Кроме самогонного аппарата здесь ничего нету. Лучше вина Януса. Хм. Ладно, будет сейчас о чем подумать на досуге. Давайте, ребят, вот, трофеи нашли. А говорили, что наврали невнимательные. И вот тут 25-го раза мы все нашли. Кстати, вот это мы забрали или не забрали? Вон еще бумажечка какая. Это листовка. Нам не нужны правила или лидеры. Мы не организация, мы стихи. Да, это гребаная заря. Текст, трофеи дверями невозможно доступиться на верхний ярус. Можем ли мы забраться? Здесь нет, здесь нет, здесь нет, здесь нет. Здесь заход вот-вот-вот-вот-вот-вот. Что-то похожее. Кстати, да, возможно. Теоретически, если лестница доступна для подъема. Но нет, для подъема она недоступна. Окей, движемся дальше. Заходим. Система открывания двери протоколазная. Атриум мы прошли. Или не прошли. Теневые кварталы. Это где живет атриум? Губернатор. Пойдем в теневые кварталы. Нас обидели. Мы должны им показать волю вольного торговца. Ну хотя бы так, на полшущики. Здравствуйте. Чем скажу, для теневых кварталов здесь у них довольно-таки светло. Я слышу странное. Дыхание полное отравы. Зараза, притворяющаяся молитвой. Плиты не разрушило время. Их определенно старательно и намеренно расковыряли. М-м-м. Тогда меня смущает другой вопрос. Офига ли у вас был тут вентилятор, который дует в плиты из-под пола? Ну ладно. Еще листовочка. Че написано? Ореште и кромсате. Что на... Пардунте. Что на прошлой планете губернатор забивал болт? Что на этой? Не особо-то обращает внимание звери. Тут антиправительственные листовки просто на каждом шагу. На макулатуре азе золотиться можно. Придурок. Да кто ж так держит огнемет? Мы уже почти запрались. Сейчас покажем как надо. Да у меня просто вдохновения нет. Мишень уже совсем уголь. Было куда веселее, пока он был жив и дрыгался. А здравствуйте, дурашки. Догадайтесь, кому сейчас будет весело. Вы гляньте. Вон кажется идет новая тренировочная мишень для нас. Ребята, задайте. Так, я вижу, что они сделали страшное. Они разрушили статую нашего любимого бога императора. Твари вы позорные. Так, приготовьтесь к бою, расставьте на позиции. Абеляша здесь. Геката. Полуукрытие здесь. Арджента. Это полуукрытие или четверть укрытия? Это еще нифига не укрытие. Кассия. Здесь. Вы что думали, там, да? Не здесь. Паскалюшка. Ну, предположим, от уточки. И Идира. Заводящая с молнии. Давай. Пум. Начинаем мы с себя. Эники, бэники. Эники, бэники. Что, даже прострела не будет? А не будет, но не с этой позиции. Давай, пум. По стандартику с шот-н-раном. Лучше пока ничего не придумали. И, кстати, да, гемочка нужно было выбивать о себе первых. Паскаль. Хотя мне казалось, что должна была походить кассия. Ну, да ладно, мы не гордые. Мы вам и так наваляем. Какой только позиция, чтобы захватить многих при многих. О, может отсюда. Уц, уц, уц. Заводание неудобно его личности. О, кучно, кучно. Боже, этот придурок своего же уничтожил. Идира, рыбонька моя, иди сюда. Хотя ты уже стоишь на нужной позиции, давай. Унь. Да, чуть подзабыл, что у нас Паскаль не заизолированный. Не задемленный. И некто по имени Зола. Че-то как-то долго он думает. Цельца Паскаль обоится попасть в самогонный аппарат. Ух ты, ёх ты, слушай, а у него... Как половина жезы от этого нашего... Не нашего... Десантника Хаоса. Ух, и до черта, что ты зараза здоровая. Ну, это, наверное, лидер бандитов местных. Кассия. Кассия. Кассия или не я? А если ты глазик откроешь? Вот, с глазиком гораздо лучше. Ну, немножко коснули своих. Арджента поймет, Арджента простит. Так, далеко не достаем. А тогда давай сюда, наверное. Сюда. И очередины. Моуш даже чуть-чуть задеть Паскал. Чуть-чуть. Еще один счет. Еще одна очередина. Вот серьезно, чтобы ты врагов так задевала, как Паскаля задеваешь. Легухонька нужно было, легухонька. А, то есть, бей своих, чтобы чужие боялись, да? Красавчика Беллером. И никакого вам там парирования. Девятнадцать почти добил. Буся. Вою налево. У кого-то стан гранаты подъехали? Ну, что, на два хода застанела? Ух ты, ёх ты. Горение. Нет, то, что они свои добивают, это хорошо. То, что настанет, не очень весело. Головорец где-то, где-то. Огнеметчик. Паскалюшка, ты, железно, у тебя там гореть-то нечему. Ну, так, если в целом. Просто ваншот ванлау. И четенько зашло куда нужно. Давай героическое действие. Жаль, жаль, жаль. Особенно жаль, что не взорвалось. Минус. Релестно. Походовки больше нету. Ну, и их осталось такое, значит, следовое количество. И гуня вопрос. Кстати, отдельно нравится вот это вот состояние, когда наша прекрасная Кассия такая ткнула пальцем в целого лорда капитана. А ну, давай, работай, вшивая. И лорд-капитан такая, да, да, моя госпожа, сейчас прям работаю. Так, добежали. А где моя очередь? Очередь не работает, потому что не то место. Добежали. И очередины на двоих. У нее хорошие гранаты были. У нее фраговые гранаты были, мы могли их зарешать полностью. Уж дурашки понимаете, что у вас Абеля сейчас Абелетит. Ягодемот он тебе вставит в такое место, где свет бога императора не проникал даже в лучшие времена. Так что лучше покакайся сразу, грешник. Перезарядочка бесплатная. Сутендран бесплатный. Кому-то, видим, видим всех, кого надо. 71 и 95. Кассия. Во. Настал твое время, давай иди сюда. Бери гранату, вот раз мы про нее не забыли. Уж с таким милым звуком она это ухнула. Мобилер. А, ты же не можешь трейфануть там. Не на своем-то ходу. Майордженушка, давай. Твой будет коронный к прикоронный. Все, минус банда. Где там зала от залы? Че у него было? Fire Blast Carpus. Броня, благословленная огнем. Стравку к уклонению 0.75, но броня 45%, слушайте. И мощный молот. Двуручное рукопашное оружие. Прям вот мечтаю дать его Абилеру. За кадром, да, обязательно. Тиняка, о чем сюда заходили? Узнать больше о странной банде. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Журнал заданий. Где у нас глава вторая? Задание соратника. Задание соратника. Заблудша. Кто такая заблудша? Арджента имеет разговор. Глава друзьянской миссии рассчитывает на поддержку лорда-капитана. Зайдем. Секретные сведения. Расположенные на мостике воли, как это отрвольного торговца, ранее принадлежал Тадорю Фон Валансу. Паскаль уверен, что с помощью этой машины можно расшифровать обнаруженные данные. Кстати, забыл. Каюсь, забыл. Разорванный дух. Пожидание. Пока корабль сможет отправиться в путь, мы должны посетить местную администрацию. Дождаться ремонта корабля. Периодически хорошо. Охота за познанием. Данные сканирования планет. Это мы дадим драфт гниль. Вот. Стоит присмотреться к вещам убитых Анверов и поискать иные свидетельства. Учитывая, как дерзко ведутся Анверы, рано или поздно они выдадут себя. В записке с трупа Золы, Анверской предводительницы, сказано о месте поворота, к которому просматривается от входа от Адептус Амасикус. Сказано о месте, поворот к которому просматривается от входа от Адептус Амасикус. Если бы я знал, что такое Адептус Амасикус, я бы жил в мире Вархаммера. И завидовал бы мертвым, которые в нем уже не живут. Серьезно, лучше быть Гермионой Грэнджера с Гарри Поттера. Что такое? Мельтазарят. Прекрасно. Что написано? Rip Psycho River Den The Boot. Вроде отдельно слова знакомы, а по сути не очень. Давай, техника на ноль, Паскаль. Если ты у них... В смысле, Паскальшка? Рыба моя. Это что за ящик, который не может скрыть наш техноман такого уровня, как ты? Так, это еще глубже. Ёхта. Ох уж эти огромные локации. Как же вы прекрасно. На полном серьезе, прекрасно. Берите власть сколько хотите. Аж сколько можно будет перепроходить еще раз и еще раз и еще раз. Ммм. Аж жду не дождусь релиза. Не, серьезно. Без всякой рекламы, но игра мне реально нравится. Из-за закрытых дверей доносятся жужжание примитивных стиральных машин и голоса прачек, поющих нехитрые песни за работой. Надеюсь, ничего крамульного. Отработанная вода непригодна для питья и даже после очищения используется для стирки. Если у вас есть стиральная машина в элитно-гнилом районе, то я вам скажу, что вы, друзья мои, очень даже неплохо живете. Так. Эта печать я никак не разгляжу. Буквы за поле вылезают. Может, это поддельные документы. Охранник, рабочий. Я предполагаю, что это выдача рабочих нарядов. Драфт. Голодная толпа бьется в истерике в виде изобилия товаров, на которые у них нет денег. Ммм. Кстати, трофеи. Спасибо. Мы только на сборе всякого хлама здесь. Поднимем репутацию адептс механикус на небывалые высоты. Безумная толпа отчаянных людей требует еды и припасов. Что написано? Адептус... Амазикус, слушай. Говорите, поворот, с которого просматривается вход на адептс Амазикус. Моя ж ты буйся золотая. Где-то здесь что-то есть. А-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-лаушечка. Где-то здесь что-то есть. Аргента отдельно. Нежно. Не нарываясь. Обезвредить. Молодец. Что нашли? Что нашли? Что нашли? Что ничего не нашли? А зачем ставить ловушку вместо которой мы ничего не нашли? Это странно. Маленькая ниша в камне пустая. Если не читать пыль и клочков бумаги. Сохранили следы дверцы, которая когда-то была здесь. И... Здесь был тайник с закрывающимся механизмом. То есть мы опоздали, но... А, какое интересное место. Окей. А, ну все больше и больше и больше. Даша путешественница требует карту. Мы видим еще один лут. Мы видим, что входили мы здесь, пропустили два лута, но это... Терпимо, у нас там битва была. И, в общем-то, большую часть этой зоны мы исследовали за исключением этого грибаного Амасикус. Так что, друзья, мы продолжим изучение уже в следующем эпизоде. А пока что, сделаем махонькую такую паузу. Вдохновимся тем, что уже прошли. Не забываем про наши телеграм, дискорды, вконтакт. Воистину освященные клич на боговым императором. В лучшие его года. Ну, само собой, всем удачи, до встречи. А увидимся мы уже немножко попозже. Продолжение следует...